Приветствую вас. Дарья прочитал ваш вопрос, ваш текст, точнее, вот. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что вы не задаёте вопроса, то есть у вас нет вопроса в тексте, непонятно с чего вы ходите, непонятно с чего вы ждёте от психологов, непонятен ваш запрос к психологам. Вот. И, соответственно, не совсем понятно с чем, собственно говоря, работают. Так, то есть вот. Зачем мы можем нам помочь, вот, потому что, да, ситуация неприятная, что безусловная, ситуация нехорошая, вот, это безусловная, но... Всё. Дальше. Вот, это первый момент. Второй момент, который я хотел бы выделить, заключается во том, что есть некая двойственность и противоречивость в вашем тексту. Вы, с одной стороны, пишите, что мы же смотрим у вас всё хорошо, что он вас любит, непонятно, правда, любите ли вы его, но он вас любит. В сексе, как вы говорите, тоже всё в порядке, вот. Ну, то есть, получается, что вы, по сути, пытаетесь сказать, что у вас, ну, всё... Более-менее хорошо. Ну, в отношениях с мужем, с мужем было. Вот. И... Потом... Унезапно... Ситуация... Начала менять. То есть, унезапно... А вы... Начали... Ну, либо... Чувствовать, либо... Понимать... Что... Муж у вас... Незрачный. Вот. И... Смотреть на него... Вы не можете. На музе, я имею ввиду. И так далее. И... Вот это, наверное, и является тем, что я... Хотел бы назвать... Эм... Двойственностью. Противоречивостью. Потому что... Смотрим у вас всё хорошо, вроде бы. Но при этом... Другой мужчина... Оказался способен вас... В общем-то... Вовлечь... В... 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 В только в том, ну вот, вы, допустим, говорите правду, или вы неосознанно хотите, там, что-то скрыть, если вы хотите, допустим, неосознанно что-то скрыть, да, то почему вы это делаете, почему вы пытаетесь или хотите неосознанно что-то скрыть, вот. Ну то есть это вот такие моменты, на которые очень важно обратить внимание, да, ваше, ваше внимание, потому что это важно, потому что это очень важно, вот то, о чём идёт речь, потому что мы говорим по большому счёту о вашей такой, можно сказать, осозненности, мы говорим в какой-то степени о вашей сознательности того, что вы делаете, делаете, вот. Вот, это я сейчас без абсолютного обвинения, да, вам говорю, тем не менее это важно, это важно. Дальше, значит, так, есть дочка, я замужем, есть дочка 7 лет, может любит себя прекрасно, ну а, любите ли вы его, да? А, значит, я замужем, соответственно, у вас есть вопрос, что между вами и вашим имуществом общего, что вас объединяет, как вы стали вместе и прочее. Потому что, ну вот, вы, например, говорите, опять же, против его имуществом, у вас не страшно, я вам, я вам, условно говоря, в этом, в этом я вам охотно верю, то, что он не страшно, но вы же его выбрали как-то, вы же, вы его выбрали, вы решили с ним, ну, в общем и целом жить, вы решили с ним быть и теперь получается, что вы сами же, сами же свой выбор обесцениваете, объяснете, что решение, которое вы, ну, приняли, да, оно было не совсем осознанным, не совсем сознательным, вот, получается. И нужно выяснить, как так вышло. Дальше, значит. Метер назад я познакомился с парнем, провели вместе один вечер, Берин Тим, он оказался сказковый, на следующий день уехал. Начали общаться при переписке видео, в основном, на тему секса. Ну, вот здесь, вот здесь, собственно говоря, уже есть определенный момент, определенный момент. То есть вы начинаете с мужчиной общаться на тему секса. Нет, ничего плохого в этом нет, но это не застыкуется немного с тем, что вы говорите о том, что в сексе с вашим мужем у вас все хорошо. То есть, если у вас с мужем в сексе все хорошо, то, ну, извините, а вот какой бы вам, кстати, разговаривать с другим мужчиной, да, на тему того же секса. И опять же, я здесь не хочу сказать, что вы делаете что-то плохое, я хочу здесь только сказать, что не состыковываются эти вещи, понимаете? То есть, ну, не соотносятся они, как бы, как бы, и это очень важный, на мой взгляд, момент. Понимаете, о чем идет речь. Он пригласил к нему приехать, неделю назад я прилетел к нему зря, были вместо секса, его отношение ко мне было невысокое, такое не наиграешь. Опять же, здесь есть ощущение, что вы человека подозреваете в том, что он мог вас обмануть или воспользоваться. Так, я влюбилась еще по переписке. Ну, смотрите, вы пишите, что я влюбилась еще по переписке. Понятно, понятно. Оношает ли это, что ваш муж вас изначально не интересовал? Оношает ли это, что вы к своему мужу относились изначально? Ну, вот, скажем так, не совсем искренне. Вот. Опять же, я сейчас без какого-либо обвинения вам это, что вам это говорю. Без обвинения. Абсолютно без обвинения. Просто хочу, чтобы вы как-то вот, ну, несколько, может быть, пересмотрели. Свои взгляды на эту ситуацию. Вот. Вот. Если вы со своим мужем были, допустим, не совсем искренне, что возможно ли в таком случае, например, что вы в той или иной степени свои чувства подавляли. Возможно ли это? Вот, собственно, тот вопрос, на который вам необходимо на мой взгляд, поискать ответ. Если вы подавляли свои чувства, например, ну допустим, начиная встречаться с мужем, выбирая его и прочее, то почему вы это делали? Почему вы подавляли свои чувства? Это обесценивание их, это страх, это стыд, это, быть может, что-то еще, о чем вы здесь не говорите. Понимаете? Это очень, очень важно. Это, скажем так, определенная этимология того, что с вами происходило, чтобы понять, что с вами происходит сейчас. По-другому, я боюсь, невозможно. Дальше. Значит, так, ну непонятно, почему вы к нему прилетели, непонятно, почему вы согласились на секс, как вы, ну вот, субъективно, с точки зрения этого мы к этому подошли. Вот, что значит влюбилась, да, то есть это страх или это желание делать что-то для человека, то есть вот эти все вещи их не совсем, ну они не совсем понятны. Значит, я влюбился в этой приписке, после встречи так вообще сама схожи. Он очень красивый, высокий мой ровесник, не поставь моему неврачному мылу. Ну вот есть ощущение, что через мужа вы, кто-то пытаетесь, может быть, что-то для себя вот получить даты, пытаетесь вы через мужа, через мужчин, пытаетесь что-то для себя получить, пытаетесь чего-то достичь для себя. Вот. Я в этом, конечно, не уверен, но выглядит пока что именно так, к сожалению. Ну, может быть, и к счастью. Не знаю. Вот. То есть, мужчина, грубо говоря, грубо говоря, мужчина как-то даёт вам, ну, скажем так, себя почувствовать вам. То есть, вот мужчина даёт, даёт вам как-то себя ощутить. Вот. И здесь как раз, как раз таки очень важно разобрать с тем, что именно вы получаете от мужчины для себя. Дальше. Почему сравниваете своего мужа с ним? Почему называете своего мужа неврачным? Изначально никто не настраивался на нечто серьезные отношения, оно все настраивалось. Изначально. Даже. Настер. С чего вы хотели. Ну, вот. Изначально. С чего вы хотелось? Что вы хотели. Я верю. Нет, нет. Я верю. Я верю. То, что... изначально на серьезные отношения не настраивались, я верю, вам я верю, правда, но на все настраивались, чего хотели, ведь были же у вас некоторые ожидания, были же у вас, не знаю, некоторые какие-то надеяния, не какое-то желание, например, что-то получить для себя, вот, то есть на этот момент мне кажется достаточно важным, понимаете, да, о чем идет пречь и что я хочу сказать, то есть, да, на серьезные отношения никто не настраивался, но какие-то ожидания все-таки были, идея в том, чтобы постараться понять, о каких конкретных ожиданиях идет речь, вот, ну, в ваших ожиданиях, в ваших ожиданиях, если угодно, идет речь, может быть, что-то еще, вот, то есть вот, с этим, с этим, ну, нужно, я полагаю, да, с этим нужно как-то разобраться, да, согласитесь, ситуация несколько странная выглядит, так, он знал, что я, что мужа не брошь, ну, опять же, возникает такой вопрос, да, почему, почему вы не бросите мужа, ну, то есть, если вы, грубо говоря, не бросите мужа, если вы считаете его неврачным, если он вам, там, условно, не нравится, да, и прочее, 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 почему, погнал, вы его не бросите, здесь чувство вины, здесь страх, здесь что-то еще есть, это первое, второе, но, простите, а сколько времени прошло, я имею ввиду, не слишком ли быстро вы заговорили, о том, что, чтобы бросать своего мужа, не слишком ли быстро между вами, эм, ну, как бы там, так сказать, не слишком ли быстро между вами, эм, усил закрутилось, давайте вот так, наверное, скажем, вот, то есть, как мне кажется, все развивается стремительно, стремительно, и все развивается на стрессе, и с одной стороны это неплохо, потому что у вас есть желание, но с другой стороны, не менее понятно, что это за желание, и чего вы хотите, что вы пытаетесь этим, условно говоря, скомпенсировать, да, потому что, ну, вполне вероятно, что вы это сделаете, пытаетесь, вполне вероятно, что вы пытаетесь, пытаетесь компенсировать, эм, что-то, только вот, не очень, не очень пока, понятно, понятно, что именно, да, не очень пока, понятно, 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 что именно, а, что-то пытаетесь, как бы компенсировать, ну, дальше, как я уехала, перестал писать, звонить, несколько других переписоков, что я на сообщение вывернула душа, написала, как я скучаю, как мне плохо без него, так, ну, смотрите, эм, здесь я не хочу, не в коем случае, а, может, как-то вот, обесценивать, эм, то, что вы чувствуете, да, не хотел бы обесценивать, то, что вы чувствуете, да, но, почему вы считаете, что, вывернуть душу человеку, ну, вот, вывернуть душу человеку, это значит, эм, рассказать ему о том, что вам без него плохо, например, почему вы считаете так, или если вы скучаете, например, ага, отдается ли вы себя счет в том, что скука по человеку отношает потребность в нем, в этом самом, в этом самом человеке, вот, это, ну, не совсем, я бы сказал то, то, что эм,м, можно назвать скук, скукой, если, конечно, вы понимаете, эе, не совсем то, что можно назвать, эм, выворачивание души, никакое выворачивание в души, если вы понимаете, о чем я пытаюсь вам сказать. Вот. То есть вы нуждаетесь в мужчине, да, это понятно, но почему вы нуждаетесь в мужчине, это не понятно. Такая страсть, какая у вас, такая нуждальность в человеке говорит только о том, что вы себе чего-то не задавали. И вот, вопрос заключается в том, чего. Дальше. Он написал лишь, тоже в куче, а что должен был написать? Я написал, что могу к тебе прилететь, он сказал, что весь октябрь работ. Если бы прощался, написал, что если что, звонил, всегда тебе рада. Он вам понимает, что ничего не обещал, и я знал, куда лечу и зачем. А в чем здесь у вас конфликт? То есть вы чувствуете себя обманутой из-за того, что у вас в мужчине был только секс, вы чувствуете себя разочарованы из-за того, что человек, кроме сексуальных отношений, ничего с вами больше не хожу, по вашему мнению. Или и что-то еще. То есть какой контекст у вот этой вот фразы, что я знал, что знал и куда лечу и зачем. Если умом. Умом. Я это понимаю. Вот какой контекст. Именно контекст. Меня интересует именно контекст. Потому что на данный момент о самом главном, вы не говорите. а именно о своей такой, ну, неудовлетворенности. Если угодно. есть как в oppose. В kindness. Мазь. Вhein. а взаимо отношений с мужем. вот. Дальше. С Putin Он у меня, он был у меня в других ВК, сегодня я выложил фото с мужем, он меня удалил. Я написал ему почему. Он написал, что ему больно видеть меня другим мужчиной, что он не предотвращен ко мне и что есть чувства. Опять же, вот когда вы выкладывали фото с мужем своим, да, ну на что вы рассчитывали, на что вы рассчитывали, что вы хотели. Как вы считали, что у мужчины это вызовет какие-то чувства, что он захочет что делать. Здесь, на мой взгляд, не очень понятно, да, до чего вы это делаете и до чего вы ожидали. Вот это вот. Так, значит, эм, так. Немного пообщался шуточно, пообщались шуточно, он снова замолчал, когда я спросил про нас. О каких у нас речь? Та сложная ситуация в том, что я не могу дышать ей спать, почти буквально снимет, постоянно слёзы, губы здесь лежат в кровати, в слезах, в слезах. Ну, видите ли, да, далее, в чем здесь ситуация? Это в том, что вы почувствовали, вы почувствовали, вот, натурально почувствовали. Что можете быть каким-то, как вы себе практически всегда быть запрещали. Почему-то. Почему-то. И вся эта ситуация, она только показала и продемонстрировала, что вы можете быть с кем-то, с кем вы себе быть запрещали. Вот. И сейчас вы переживаете доску именно по, не по человеку, как вам может казаться на первый взгляд, а именно по вот этому ощущению того, какая вы. Чувства, честно скажу, болезнь. Чувства, честно скажу, неприятны. Спору нет. Но очень важно разобраться в себе. И понятно. Так, а какую же часть себя вы отрицаете? И почему? Дальше. Я с постоянной слезой могу видеть, направлюсь от кровати. Домашние дела все добрются. На дочку, которая обожала, которая в души не ждала, теперь не обращаю внимания, она меня раздражает. Ну вот, как бы с раздражением, да, здесь тоже нужно поработать, потому что раздражение, раздражение, оно просто так не возникает. У раздражение есть свои причины, у раздражение есть свои, скажем так, ну, основания, да, вот. И, в общем-то, очень было бы здорово, если бы вы подумали, а вот, ну, что именно, что именно мешает вам, к примеру, ваша, ваша дочь, чем именно, она мешает вам, допустим, вот, ибо, ну, как-то же она вам мешает, да, абсолютно. Вот. Ну вот, соответственно, это то, на что нужно обратить внимание. То есть, грубо говоря, раздражение, да, раздражение. Подавлять, подавлять, именно подавлять, себе не нужно. Ну, потому что, ничего хорошего из этого не выйдет, все равно, если вы будете подавлять. А вот, разобраться с тем, из чего наше раздражение состоит, что-то очень даже было бы не плохо, это было бы очень даже здорово. Именно разобраться с тем, из чего состоит ваше раздражение. Что оно сюда представляет. Вот. Потому что, опять же, это, это важно. Насколько, насколько это вообще может быть важно. Потому что дело касается вашей жизни. Да? Идем дальше. Значит, так. Вот этого еще хуже, что я такое чувствую. Так. Ну, вот здесь вы говорите о чем? Здесь вы говорите о чувстве стыда. Да, чувстве стыда за то, что вы чего-то хотите, за то, что вы, может быть, что-то чувствуете, за то, что вам чего-то хочется. Вот. Если я правильно, конечно, вас понимаю. То есть, речь идет именно о таком вот ощущении, чувствуя стыда, получается. Речь идет об этом. О чувстве стыда. Чувствуя стыда за свои желания. За свои желания. Да. Чувствуя стыда за свои потребности. Чувствуя стыда за то, чем, ну, вы, к примеру, допустим, хотите быть. Ну, это я, конечно, немножко утрируюсь сейчас. Ну, я надеюсь, что вот именно суть, как бы, суть того, что я говорю, она близка и понятна вам. Я сегодня даже в школу не привела, потому что не могла остаться с кроватой. Силы от слез не было. Домашний урок все добраться. Не проверяю, говорю, делаю сама, что надо. Начало отрываться на нее. Но, опять же, здесь такое ощущение, что лучше просто выглядят препятствием для нас. Препятствием на пути к достижению, ну, вот, определенные, скажем так, цели, да. То есть, вот, добраться на пути к тому, чего вы хотите для себя, опять же. Вот. Вот. А, то есть, как бы, ситуация, она, вот, в этом, в этом, по, ну, по большому, по большому счету, ситуация, она, вот, заключается. Ну, то, что вы чувствуете, в некоторой степени, нормально, то, что вы чувствуете, в некоторой степени, естественно, вот. Вот, важно, конечно, понимать при этом, что ни дочь, ни вы не виноваты. То есть, там, и дочь, и, ну, и дочка, и вы не виноваты. Просто, как бы, вот, ну, сами, сами по себе. А, вот, просто, так вот, опять, в классе сложили, да, ну, не очень хорошо. Но ни вы, ни дочь не виноваты в том, что происходит. То есть, вам, наверное, сперва, наверное, предстать винить себя, а потом вы, вам легче, легче будет, а, не винить, допустим, допустим, ну, в своего ребенка, в ребенку. Вот. А, с чем, что, ну, с чем все происходит. Дальше, а, значит, так, если бы мне поставили выбор, он или дочь, я бы его выбрал. Понимаете, как это страшно? Ммм, что именно? Вы боитесь своих чувств? Да, вы не знаете себя. Прошла всего неделя, как я вернулась от него, у меня такое состояние было в 18 лет, но я никак не ожидала такого встретиться в один год. Ну, давайте мы с вами здесь еще раз немножко подумаем. А, чего именно вы не ожидали в 31 год? Чего именно? Чего конкретно вы не ожидали в 31 год? Что вы можете полюбить, что у вас может быть, ну, может возникнуть чувство страсти, чего, чего вы не ожидали. То есть, ну, это, как-то вот несколько странно, я бы сказал, звучит. Потому что, извините, но, делать не буду что. Хотя, 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 возможно, именно поэтому вас ситуация как бы вот настигла снова, да, возможно. Именно поэтому, эта ситуация как бы настигла снова. Именно поэтому, потому что, вы не завершили то, что произошло тогда. в 18 лет, ну, я думаю, что тоже имеет определенные причины. Вот. Я так думаю, что имеет определенные причины. И с этим, я так думаю, тоже люди разбираться. Что произошло тогда? Потому что вообще молча не существует для меня. Я даже смотреть на него не могу. И, когда мне он всё хуже. Ну, что ж, я вас прекрасно понимаю. Вопрос, опять же, только в том, что вы хотите с этим делать. То есть, ну, вы написали, вы пожаловались. А я сочувствую. Вот. По-человечески. Но, что делать дальше? Что вы хотите с этим делать? Можно, можно помочь гармонизировать отношения с вашим людям. с вашим желанием. Можно разобраться в том, чего же всё-таки вам не хватает. Вообще с ним. Вот. Если у вас есть такое желание. Можно помочь вам разобраться в себе. Можно помочь вам разобраться в себе, в своих чувствах. Вот. Чтобы вы лучше понимали, что происходит с вами. И, что делать дальше? Ну, то есть, вот. Такой момент. Можно посмотреть, например, как бы вы могли, значит, с мужчиной, вот, с которым, с которым вы встречались, да. Можно посмотреть, как вы с ним можете организовать общение. И, ну, взаимодействие. Да. Да. То есть, все зависит исключительно от того, чего вы хотите. от психологов. В зависимости от этого. В зависимости от этого. Я думаю, что и можно уже будет говорить о помощи вам. как у коем бы то ни было. Вот. Само как. Ситуация неприятная. Это. Совершенно очевидное. Ну, делать с ней в любом случае что-то новое. Ну, поэтому, определитесь, подумайте, разберитесь, подумайте, может быть, над всеми вопросами, которые я вам задал. Дальше будет легче. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.